Приветствую вас! Вы знаете, мне кажется, что и у вас, и у вашего молодого человека в большой степени, не в большей, а в большой степени, присутствует чувство стыда и, возможно, некоего такого ханжества. Может быть. А почему? Ну, дело в том, что то, что вы описываете, является абсолютно нормальным, то, что вы описываете, является абсолютно естественным и, как бы, скрывается, по сути, ваше собственное остиснение, ваш стыд по отношению к тому, чего вы хотите, это первое. И второе, скрывает, ну, какую-то неуверенность в себе вашего, например, молодого человека, вот, и, собственно, его желание вас контролировать. Мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович, абсолютно верно заметил, что все дело в том, что вы боитесь, можно сказать, в том, что вы боитесь быть брошенными. Вы боитесь остаться одна, потому что, ну, по итогу. И, конечно, этот страх, он родом из детства, безусловно, этот страх родом из детства. Вот, но, на мой взгляд, работать нужно именно с этими аспектами, да? Вот, то есть, с аспектом стыда и стереотипов, и, наверное, противопротиводействия контролю, который пытается установить за вами молодой человек. Ну, и вам необходимо тоже, конечно же, принять свои желания, да, что, видите, вы говорите, что, что боитесь, значит, повторения этой ситуации, да, когда вот, ну, когда... Вы уже будете с ним, вы боитесь, вы боитесь повторения этой ситуации, но, когда вы с ним, да, ну, понятно, что у вас это начинается после того, как вы неделю не имеете интимной жизни, например, ну, вот, соответственно, с ним у вас секс есть, вы получаете наслаждение, и мне кажется, что с ним такого не будет, то есть, у вас это начинается строго после, вот, по прошествии одной недели, вот, то есть, я не думаю, это первое. Второе, если вы начнете с ним это делать, неужели это плохо? Неужели вы абсолютно серьезно считаете, что это что-то ужасное? Вот, вот, неужели, неужели? А я, если честно вам, ну, не верю, ну, не верю в то, что вы действительно можете считать, что это что-то ужасное, что-то плохое Почему? Потому что, ну это секс, 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 и самое главное это, значит, достижение вами, вами, своего удовольствия, вот. Знаете, какая штука. Так что, значит, у вас не болезнь, у вас абсолютно это нормально, можно ли от этого избавиться, нет. Извалиться можно, но не нужно ни в коем случае, это ваше здоровье, вот. И, соответственно, вам с вашим молодым человеком нужно выстраивать более открытые, более доверительные, более честные отношения, в которых, ну, наверное, есть, во-первых, место личной ответственности, потому что он ни в коем случае не отвечает за то, что вы стремитесь удовлетворить свои потребности, вот. Вот вы ни в коем случае не отвечаете за его непринятие того, что вы делаете, вот. Ну и, возможно, более, так сказать, более полное, возможно, раскрытие своих собственных желаний ему. Ну, я понимаю причину, да, то есть, как бы, вы следите сами того, что делаете, и, соответственно, поэтому не можете рассказать молодому человеку об этом. Вот, что, кстати, странно, потому что в том же тексте вы пишете, что он, ну, говорим, что этого не хотел бы. То есть, получается, что разговор был. Но как можно требовать от вас этого не делать, да, если происходит это, по сути дела, спонтанно, да, ну, для меня, опять же, загадка. То есть, в целом, я вижу здесь вашу неуверенность в себе, причем обоих. И в целом я вижу то, что мужчина пытается вас контролировать, мужчина пытается за счет вас комментировать свою неуверенность в себе, а вы выбрали себе такого мужчину, потому что, опять же, вот, боитесь быть одна, боитесь быть брошенной, вот, и, подмен, есть еще какие-то проблемы. Но самая главная проблема, то, что вы отвечаете в себе свои естественные, повторюсь, желания, вот. Плюс ко всему, плюс ко всему, мне кажется, что у вас отношение к сексу, оно такое, знаете, оно вам, как бы, так выразится. Отношение к сексу у вас очень стереотипическое, вот, вот так вот я, наверное, сказал. То есть, это можно, это нельзя, это болезнь, знаете, какая штука. Вот, это такие вот искусственные ограничения, которые поддерживаются в том числе и, ну, мужчины, которого выбрали себе, которые вам на самом деле только лишь мешают. Вот. И так, еще раз, ответы на ваши вопросы, это не болезнь, это абсолютно нормально, исполняться от этого не нужно. Проблемы, проблемы с вашим молодым человеком и то, что ему не нравится, касается совершенно другого, а именно его восприятия самого себя. А у вас другая сложность, ну, схожая, схожая в чем-то с его, да, это, как бы, то, что вы отрицаете за свои желания и плюс ко всему берете ответы на два молодого человека, вот. То есть у вас нет личных границ. Ну, и плюс, как бы, тот страх, о котором сказал мой коллега, вот и все. То есть, как бы, никакой сексолог вам не нужен, а психологически проблема решается совсем в другом русле, ни капельки не относящейся к сексу. Вот. Потому что, видите ли, если бы мужчина любил бы вас чистой любовью, да, то есть без примеси, без чувства собственничества, без какой-то вот такой потребности, значит, в том, чтобы вы делали, делали то, что он, хочет, что он бы не стал, настаивать, он не стал говорить, говорить вам, о том, что не хотел бы, чтобы вы, ну, чтобы вы это делали. А так получается, что здесь есть какие-то примеси, знаете, какая штука. И вот эти примеси вам, именно вам, именно вам, именно вам нужно отделить. Ну, самой, 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 нужно сделать. Своим поведением, своим поведением нужно отделить. То есть, чётко говорить ему, нет, и вам понял, что можно, а что нельзя. Вот то, что она от вас требует, то, что вы хотите, это нельзя. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.